Лауреаты фестиваля «Серебряный олень» Несмотря на юный возраст, Ксения серьезно занимается музыкой, исполняет авторские песни, снимает клипы, на сцене работает как настоящий артист. На Дне города певица презентовала сразу две новых песни. Кстати, текст этой песни юная артистка написала сама. Поддержать Ксюшу пришел и ее папа, креативный продюсер. Он высоко оценил организацию праздника. Потрясающий праздник сегодня. Организаторы, которые сегодня сделали то, что я вижу в городе Денцово, какая роскошная сцена, какое прекрасное оборудование, какой набор артистов. Это очень большой труд. И та команда, кто это делает, очень здорово, что у города есть такая команда. Это важно. Пока на главной сцене выступали юные артисты, на молодежной горожан обучали хип-хопу. А в установленных на аллеях шатрах проходили различные мастер-классы. Так дети были увлечены программированием львов-роботов на площадке роболатории. Мы сейчас именно программируем робота, даем ему команды. Какие команды он будет делать? Он может двигаться. И рычать. По соседству разместились шатры молодежных поисковых отрядов. Внутри можно было ознакомиться с военными артефактами, найденными на местах сражения 1941 года под Звенигородом и Кубинкой. При этом попробовать себя поисковиком смог каждый желающий, вооружившись металлоискателем. Мы хотим дать людям попробовать подержать в руках прибор, чтобы они поняли, как им работать на местности, какие он выдавит сигналы. И у нас на газончике раскиданы, естественно, заранее самые настоящие военные артефакты. Это гильзы, немецкие гильзы на стрел карабина Маузера К-98, которые были найдены буквально неделю назад в лесу. И сейчас мы их используем как реквизит для вот этой интерактивной площадки. Представители окружного отделения Союза художников ко дню города открыли выставку, а историко-краевический музей подготовил для горожан творческие мастер-классы, викторину с призами и интеллектуальный подарок. Это история Одинцова в фотографиях разных времен и выставка живописи Анатолия Попова, которая тоже имеет под собой исторические корни. Была проведена большая краевическая работа и как итог это выставка живописи, посвященная нашему городу. Также для отдыхающих была организована ярмарка мастеров и фермерских товаров. За безопасностью на площадках дня города следили сотрудники полиции и дежурили медики. Наталья Гончарова, Станислав Трифонов, телекомпания Одинцова.